Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну там нереально круто со стороны команды CSW отыграл Туди Все что надо было собрать на Тайтхантере собрал Все оказалось более чем полезно Ну и здесь видим что три первых персонажа точно такие же как в прошлой игре были у команды Кенси Уипс Поняли что где-то запахло Тайтхантером Игроки Сигнейчи Траст и в баню отправили у нас Тайтхантера Также у нас в бане уже имеется Лишрак На котором не суждено видимо Мусики сыграть Войд и Бестмастер Ну здесь со стороны команды Кенси Уипс опять в баню улетает Антимаг вторым баном Не дают Сигнейчи играть на нем никаким образом Лакелс умеет играть на таких серьезных лейтовых героях Как Антимаги, как разумеется Медузы И все-все-все на них похожи Ну осталось добрать только героя Я думаю еще одного, да, еще одного Нет, саппортов больше не надо Нет, Кенси Уипс больше не нужны саппорты Кенси Уипс нужен оффлейнер Если, конечно, это не Тренд Протектор пойдет у нас в оффлейн Тогда, да, еще один саппорт понадобится Пока что у Сигнейчи Траст имеется на мид персонаж Бристлбэк, я думаю, в паре с Виспом у нас будет Отыгрывать Сэнд Кинг, разумеется, на саппортинге Ну глянем, возможно, это будет 2-1-2 Тоже не лишено смысла Висп с Бристом очень-очень неплохо может отставить сложную Там подхил, подсейв и Брист на сложной себя может как на легкой чувствовать Магнуса забавнее ли игроки команды Сигнейчи Траст Ну еще полторы минуты у команды Кенси Уипс на то, чтобы разобраться Со своим оффлейнером, ну я так понимаю, Сигнейчи Траст тоже думает, что это оффлейнер Магнус отлетает в баню Ждем В принципе, Клока у нас никто не банил, никто не пикал, по-моему Да, Клока у нас, в общем-то, может сюда ворваться Под снайпером, под шрапнелью, под всей этой ерундистикой В когах наверняка будут очень быстро рассыпаться Ну, Феникса решили взять Решили вообще по хардкору у нас пойти Кенси Уипс Пожалуйста, никто не может им в этом отказать Пускай идут Туди на Фениксе отправляется, как я понимаю, в сложную Тренд будет с троллем стоять на лайне Снайпер мид для Чейнса А5 Ну и Чен от Гоудота 3-4-3 будет у нас отыгрывать на Тренд Протекторе Феникс для Туди Тролль для Мусики Сигнеча Траст Последний пик для них И... Кто это будет? Ну, я думаю, какой-то, скорее всего, Сэмми Керри должен здесь быть Ну, такой вот Сэмми Керри Нага Сайрен Я так понимаю, скорее всего, саппорт Нага, которая будет в их... Нет никакого саппорта, Наги не увидим Лакелс забирает у нас Нагу Майпро берет Бристалбека И Майпро, как я понимаю, возможно, даже отправится у нас в мид вместе с Виспом Лакелс может на легкую отправиться В окружении Сэнд Кинга Аквапа сложную или как вообще это все понять? Ну и в тот раз свапались игроки команды Сигнеча Траст Возможно, сейчас что-то поменяется Но пока что только для Туди осталось Квапа у нас Шира с Майпро Ну, тоже неплохой вариант Бристалбек Мид с Виспом в паре Почему бы нет? Ну и Бумбелл с Лакелсом тоже должны нормально рассказывать на линии Короче говоря, пик со всех сторон ненормальный У команды Сигнеча Траст не могу сказать, что плохой По-моему, классный, по-моему, интересный Даже та же Нага никак меня не напрягает Своим присутствием Хотя, по-моему, тут только ленивый у нас не чертыхал Нагу Которая все катки превращает в монотонные куски Не пойми чего В пятером отправляются во вражеский лес Как я понимаю Смоук, 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 смоук Нет, смока нет Без смока Решили просто пешком идти Висп в любом случае у нас Скорее всего отправится в Мид Шира ничего не покупает Готовится выйти в Ботл А здесь может быть встреча 3-4-3 идет вардить Возможно, 3-4-3 уже довардился Бумбел его видит Сразу же бежать отсюда Тренд протектор не хочет разбираться здесь ни с кем Тренд протектору вообще не по шансам здесь с кем-либо разбираться Завардили все В принципе, количеством задавили команду CSW Напугали и оттолкнули как можно дальше Еще и по уходу с интрики расставили игроки команды Signature Trust А может это и Лакелс в принципе в миде Будет стоять вместе с Виспом Ну, посмотрим Вообще сейчас ничего толком не понимаю Так, Шира у нас очень сильно проседает На тизере улетает По-моему, тизер не спасет у нас Шира В это время у нас здесь Фёсблат еще забирают Ладно, посмотрим Феникса развалили Шира на лоу ХП В любом случае, Фёсблат для команды Signature Trust Чуть-чуть Очень близко CSW были к ФБ Не получилось, в итоге потеряли своего оффлейнера Ну, оффлейнер на то и оффлейнер, чтобы умирать Тут 10 деревьев Ешь не хочу Гудут по привычке Отправляется в лес Ждем ранний пуш Ну, здесь отпушивать, в общем-то, от крипов из леса можно Майпро Плюс Квапа Квапа у нас все-таки фармит в легкой На Квапе у нас Абба стоит Ну, Соло, правда, стоит, но На легкой линии Здесь Дабла все-таки из Майпро и Шира Не в мид у нас отправился А Бристалбэк, Лаккелс В общем-то, по дефолту Отправляется на Наги в лес Ой, на Наги в мид, точнее Чейндж должен, в общем-то, напрягать у нас Нагу Должен-то должен, но Получится или нет Это уже Вопрос реализации Вообще, конечно, Нага, по факту Вы прекрасно понимаете Милишный герой против рейнжевого Плюс рейндж у Чейнса огромный Можно просто с километра стоять И расстреливать Лаккелса Ну, примерно так и поступает у нас Чейнс, правда В это время теряет немного фарма Пока Нага убивает крипов Снайпер вынужден Больше ориентироваться на Нагу На какой-то харас На какие-то неудобства На лайне Мусика здесь в соло Трэн, протектор пошел Куда? Ну, пошел контролить руну У Шира есть Боттл За руну здесь будет Драка Просто стоят на руне Оба и оба кликают Как сумасшедшие по локации 3-4-3 могут, в принципе, и зацепить здесь Семечка есть у него А вот подхила нет Семечку дать тоже вариантов Никаких Майпро бежит и просто спреем поливает Одна кнопка Несколько раз нажать Трэнд протектор разваливается Просто в щепке Я думаю, Гоудот примерно тем же Сейчас будет заниматься Хотя Шира могут здесь и потерять Мусика Переключился на мели И Майпро тоже должен здесь разбирать Хотя Майпро еще живет Но здесь еще и Чейнс Гоудот забирает даблкил Вот так вот Чейнс за такую наглость Чен, точнее, за такую наглость Ответил команде Сигнетчет Раз, два-два, счет Даблкил для Чена Мека, по-моему, замаячила Где-то на горизонте Причем Мека Слишком ранняя Если, опять же, никаких Из ряда вон выходящих вещей Не будет для Чена Если не будут его сильно контрить Но как ты его будешь контрить Если он во вражеском лесу Бегать, гоняться за Ченом Разумеется, это постоянно терять фарм Так что Чена, наверное, оставят в покое И скоро-скоро Чейн у нас Чен у нас будет уже С Меккой В прошлом матче, по-моему, Чен великолепно Глотков из Ботла За счет Веспа Майпро комфортно себя чувствует В общем-то, на сложной Стоит точно так же, как стоит На легкой у нас Мусика У него 13 на 6 У Майпро 13 на 3 У Лаккелса 19 на 0 Против него Квапа 20 Нет, против него Чейнс Против него Чейнс Чейнс проигрывает по фарму Чейнса 13 на 8 19 на 0 у Лаккелса И Сверху Абба Пока что топ Крипстат на карте Куда у нас делся Туди Ну, Туди здесь Туди сложно фармить против Квапы Туди вроде бы и харасит Квапу А по факту Очень сильно по Крипам проседает 5-1 у него 26 у Квапы Лаккелс уже принес себе тапок Принес так же себе Базилку Майпро отправился на разведку Во вражеский лес Ты уже один раз отправился Просто уходит снайпер с линии Просто приходит тролль И Майпро Мы видели Разбирают Сначала разбирают Виспа Потом разбирают Бристлбека На ранних этапах Это не конкурент Так, Нага у нас Сильно проседает по ХП Шрапнель под ноги Еще одна шрапнель на Лаккелса Лаккелс Должен здесь умирать Есть Ассасинейт Ну, Сонг оф Сайрен Можешь со своим Ассасинейтом Дальше стоять Колдовать Снайпер не забирает Нагу Лаккелс Неплохо Отыграл в данной ситуации Действительно был на волоске от смерти Мусика Харасит Майпро Кто еще кого здесь действительно харасит Ловят у нас Мусику Где Ливен Кармор Ливен Кармор нет Топорами отбрасывается Мусика Ну, такое В общем-то, возня в ширинке Одни других толкают Потом Первые толкают вторых Ну, Широ, кстати, может просесть Да, еще один топор Широ проседает Майпро на лоу ХП Мусика старается драться Я думаю, мне по шансам Еще два спрея Надо бы бежать Майпро Ну, здесь просто нет спреев Были бы спреи Там бы разобрались Очень быстро А что в это время? В это время Нага у нас кого-то забрала Или мне показалось? Тренд протектор У нас Нага забрала Где? Тренд протектор уже Восстановился Ладно 3-3 счет Бристлбэк По ХП проседает Дерется против Мусики Выхиливается За счет Стиков Ну и разваливает Разваливает Куча спреев Было у нас на Тролле Ну, тут Вообще непросто Совершенно непросто Драться против Майпро Идти бить по Горбуеву Понятное дело Что спрей Промакшен Плюс здесь Бристлбэк имеется Тролль просто-напросто Сам себя убивает По ХП у Тролля Печаль беда полнейшая На ХП ничего нет Плюсики Тролли Не качают Это не вариант Значит надо Быстрее выходить В какую-то Сенш Я думаю А потом уже думать Про Яшу И все остальное Потому что Чем дальше Тем сложнее будет Играть против Бристлбэка Когда появится Какой-то артефакт На подсейф Но поймали здесь Майпро Здесь разобрали Втроем Плюс еще и крипы Плюс сетки Куча Троллей Куча Так не только тут Скелетон Вариары пришли Бедняга Бристлбэк Просто по полтора Дэмэджа нанесли Разорвали Бристлбэка На куски Огромное количество крипов Мы видим прекрасно Тут в общем-то Тауэру Не спастись А в это время Драка у нас Уже по Т2 Команды CSW Лаккелс Забирает снайпера Снайпер в это время Разбирается с Квапой Пошла погоня оттуди За Лаккелсом У Лаккелса Да ничего собственно На подсейф нет Сетка в КД Рептает в КД Сетка в КД Конечно сетка в КД Если ее не качать Да разумеется не сетка Я имел ввиду Иллюзии Опять зацепили Майпро Опять Майпро умирает Под собственным Т2 Тут Шок Вейв Просто половину лица Широ отрывает Майпро продолжает Проседать по ХП А Мусика кстати Может и Огрести Уже 6 спреев Ну просто надо было Майпро остаться Затормозить и Один спрей дать Ну разумеется Можно было встрять Можно было Не прокнет Бристлбэк Рассыпется просто так И уходит отсюда Живой и очень довольный Троль Ну загнали команду CSW На нижнем лайне Все таки Толпой Смогли разобраться За счет Чена За счет Огромного количества ХП Ну у Чена Уже Имеется Аркан Буцы Имеется Баклер И скоро появится Хедреско Ну там недалеко и до Мекки Бумбелл вышел на лайн поформить Что-то в лесу пошло не так У Бумбелла Решил отправиться на лайн Где в это время Квапа у нас гуляет Абба пошел На сложную У него есть Пауэр Трэдс Ну и тут Как я понимаю Готовится выход в Оркет У Лакклса 1700 На руках Не самый удачный Отвода от ноги Сайрен Лакклс Смог бы повнимательней Себя вести Майпро отправляется На Эншентов Хотя и Эншенты Нормально по горбу У нас Майпро наваливают Но здесь можно Через Квилл Спрей Через Бристлбэк Конечно Майпро Все это прекрасно Выфармливает Не хуже Тайт Хантера В прошлом матче Правда по ХБ Посильнее Чем Тайт Хантер Проседает Но опять же Здесь есть Висп Здесь в общем-то Все необходимое имеется Майпро Ой как нужен Вангуард Потому что вы Прекрасно видели Что на полнейших Соплях Уходит у нас Тролль Если будет Вангвард У Майпро То больше Дэмэжа Будет в себя Впитывать А это Что значит Это значит Что больше Стаков Того же Квилл Спрея Будет на тролле Значит где-то Одно неосторожное Движение Один раз Сработает Бристлбэк И Тролль Просто-напросто Рассыпается С нажатия Одной кнопки Или опять же Спрокнутого Бристлбэка Лаккелс На лоу ХП Бежит за ним Чейнс Чейнс передумал Бежать за ним Даже не заюзал У нас Чейн Чейнс Ассасинейт Просто-напросто Отпустил Нагу 10 минут позади Графики 500 по золоту Пользуюсь ССВ По экспириенсу 0 Игра Сверх ровная Нага Будет ли драка Здесь Будет ли Сон Надо подходить Игрокам команды Сигнетчат раз Да пошел Сон Отлакился Все мобы стоят Здесь Туди Будут стараться разбирать Чейн тоже Недалеко Видят ли его Подкоп неудачный Подкоп Сон от Бумбелла Сразу же Супернова По голове Бумбеллу Догорел у нас Скорпион Развалился Очень быстро Лакклс отсюда Отходит Крипы В общем-то Все палят Все видят Мобы Очень классно Отчинно Все делают Майпро Вроде бы на подсейве У Виспан Но Майпро уже под банками Майпро начинает гореть Хотя здесь очень Битый Голдот Еще один спрей По Голдоту Надо догонять Абба Добивает у нас Голдота Добивает Сразу же тренд протектора Два в два подрались Чейнс выживает Мусика выживает На лоу ХП Но очень по-моему Довольный своим поведением Ну и Лакклс Продолжает здесь Погоню за Туди И это по-моему Лишено смысла Туди через 5 секунд Отсюда улетает Никто его Ничем не зацепит Зачем Туди разворачивается Непонятно Надо просто лететь Через Икарус Дайв Валить отсюда Как можно быстрее Нет Возвращается у нас Туди Туди возвращается Туди Лакклса Доковырял У Туди есть В банка И на себя И на врагов Туди очень классно Конечно здесь Мансит Все Потратил Бумбелл У нас стан В никуда Улетает Туди Ну Туди в прошлой игре Обожил Туди в этой игре Решил наверное Повторить историю Если так будет дальше То почему бы нет Тим Вайпс Со стороны команды ССВ Правда троих своих потеряли Но Пятерых забрать На 12 минуте По-моему это Здорово ССВ Дали понять Что Таура Они немножко Где-то потеряют Где-то пожертвуют Но В целом Файт В целом Катку Никто Отдавать Никому Просто так Не будет Видимо ССВ У нас Еще нацелен На лидерство В турнирной таблице Пока у них Не все там Хорошо Но Шансы В принципе Имеются Абба 0-2 Идет 0-2 4 Клопа Клопы До сих пор Нет Ни одного Обливиенстафа Близко Конечно К вопа К первому Обливиенстафу Ну вот Собственно И он Давайте посмотрим По коргероям ССВ Они почему-то Мне Посимпатичнее В этом матче Владмир Уже имеется Утроля Имеется Также Фейсбуцы И имеется Все-таки Блэйд оф Алакрити Мусика Не решила Укрепляться Решил что Лучше я буду Сильнее бить с руки И отжираться Ну После появления Владмир Вопрос С начальным Сэндж Вместо Яши Снимается У Чейнса Имеется Да нифига Толком не имеется Глофс оф Хейс Появляется Видимо Чейнс У нас пойдет По олдскульному Варианту По типу Мейлстрома Если опять же Конечно Это не Хенд оф Мидас У Трэнд Протектор 200 на руках Игру И на Медузе Появился У Бумбелла Так и есть У Бумбелла Имеется Даггер 100 сверху Уже Эпицентры Получше будут Смотреться Пока что Кстати Ни одного Эпицентра Вообще В игре Я не видел Но это Неудивительно Под смоком Команда CSW Под смоком Под вардами Под всем Чем только Можно Майпро Ну а вот Собственно Эпицентр Врывается У нас Бумбелл Сыпется Команда CSW Хотя живы Живы И готовы Драться Бумбелл Стоит у нас В песках Там же Рассыпается Под шрапнелью 3 в 0 CSW Дерется Лучше CSW Крепче Они готовы Больше Дэмэджа Вывозить CSW Наказывают Сигнечит Раз Я думаю За излишнюю Какую-то Амбициозность Которую Вот На данном этапе Бумбелл У нас Проявил Вроде бы Вкастовал Эпицентр Но Просто-напросто Нет дэмэджа Дополнительного Ну снесли Половину команды Половину ХП Команды CSW Гоудол через Хэнд оф Гат Через Мекку Всем все Восстановил Дальше идет Развал Сигнечит Раз Просто руками На коротком Расстоянии Сигнечит Раз Пока не Способны Драться Если переживает Раскаст У нас CSW Как мы видим CSW У нас Переживают Раскаст Трасты Просто-напросто Сыпятся И по 3-4 человека Это конечно Ужасная тенденция Так игры Не выигрываются Майпро Под оверчарджем Но здесь Вообще Не трогают Майпро Чего его трогать Решили с Виспом Разбираться И конечно же Это правильный разговор Висп у нас Умирал уже 5 раз Не успевает У нас Что-либо Вменяемое Вкастовать Бристлбека Тоже у нас Не сейвит Короче Контряд Виспа Становится Бристлбек Относительно Бесполезным То о чем я говорю Ранние лвела Чен До 20 минуты Без вообще Какого-либо стеснения Без печали На все товара Выходит Под батл трансом От мусики Как и в прошлой катке Очень быстро Падают товара Команды Сигнечат раз До появления Того же Радианца На Нагит Толком драться И не может Тауэр сыпется Поймали Майпро в сетку Мусика Засловил его Рассыпается У нас Бристлбек Ну и на лоу хп Улетает отсюда Висп Куда Висп у нас Вернется Вот сюда у нас Висп вернется Здесь наверное По кд у нас Будут юзаться Да какой же ты Медленный Кентавры промазываются Правда Широ не долетает Да Глифа Бумбелл Не подсейвил Своего тиммейта Немножко дальше Надо было остановиться Но Они подрасчитали 16-8 Никаких внешних Тауэров Ничего не интересует У нас Ни Мусику Ни Чена Крипов сюда Тролль сюда Т3 На миде горит 16-8 17-ая минута Падает Т3 Нет Майпро Нет Виспа Где Нага Нага в это время У нас по лесам Бегает У него есть Сакрид Релик Но Нет еще Радианца Мусика Попытался в соло Подраться Против Квапы Квапа Просто отсюда улетает Зато Бумбелл Рассыпается Хенд оф гад Мека Все живы Все здоровы Широ цепляют Оверчардж Пошел у нас От тренд протектора Очень зря у нас Притянулся Висп Ну гоняют Просто разваливают Команду Сигнетчат Раст Туди опять же Крутейшая реализация Теперь просто через Рей Никого не подпускает Короче Туди очень крутой Это не обсуждается Стоят внешние товара Что на нижнем лане Что на верхнем Зайти на Т3 По низу По верху Не получится Ну С СССР 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 ССССР СССР СССР По экспириенсу Не так важно Но по артефактам Вы прекрасно понимаете Насколько Важен был этот Прорыв От команды СССР Забрали мид Развалили бараки Развалили 2 таура Даже 3 таура подряд Теперь по золоту Прекрасно видно На первом месте Тролль 9100 На втором месте У нас Чейнс 8000 Дальше идет Нага Но Нага Единоличная Богачка В своей команде А так дальше Даже Гоудот У нас умудрился Обогнать Второго героя В команде Сигнетчат Раст Я говорю О Бристлбеке Бристлбек Выфармливает Мекку Это все После Вангварда Лакелсу Летит Рецепт Радианца Тайминг Крутой 19 минута Действительно Крутой тайминг Все хорошо Это все При там Одной смерти При двух убийствах Аквила Боттл Все это есть У Лакелса Он хорошо Насобирал На Радианце Вроде бы Все Прекрасно Так складывается Для его команды Но за исключением Одного простого факта У команды Сигнетчат Раст На 18 минуте Уже не было мида Уже тот фарм Который Нага могла Вывести На Процентов 20 25 Меньше Да тут будет Золото капать С этих крипов Но во первых Иллюзии Наги Сейчас не всех крипов То смогут разобрать Одну иллюзию На мид уже не пошлешь Надо самостоятельно На миде тусить Соответственно Мало опыта Соответственно Мало денег По внешним Лайнам Тоже Тут уже настолько Перефармленный ССВ И что с иллюзиями Наги Справляться должны Короче говоря Все бы хорошо Но Слишком рано Рассыпались Тавура И слишком рано Упал Лайн Мид Готовы заходить Дальше Сигнетчат Раз Ой Точнее ССW Знают прекрасно Как контрить Нагу Нага контриться Нага контриться Это без вопросов И сейчас Все это Прекрасно показано Бристалбеку прилетает Мека Оркет появляется Для Аквапы Как это все реализовать Да непонятно Майпро не трогают Просто заходит Мусика Бьет Тауэр Точно так же Чейнс стоит И просто наваливает По Тауэру Туди стоит Туди готов врываться Широ на ло хп Широ рассыпается Врывается у нас Бумбел Бумбел вроде бы Надамажил Чейнса Но пока что Чейнс живет Чейнс в итоге Теряет просто Аэгис Минус 2 уже Команды ССW Минус 3 Для ССW Чейнс встает После Аэгиса И просто с одного удара Разваливает у нас Сент Кинга Или там Шрапнель лежала Короче без Разницы Минус 3 Падает вторая сторона Можно идти сюда Можно идти на Т4 Никто теперь Команде ССW Это запретить не сможет 20 минут 22 пускай 21 Минус Две стороны Собственно что А собственно вот что Команда ССW Решила подраться На вражеском хайграунде Савенс пошел От Лаккелса Лаккелс должен жечь А по факту Лаккелс у нас горит Будут дальше Наверное идти Нет Song of Siren Только что Произали Стопить команду ССW Нечем Все Пошли Во вражеский лес Забрали крипов А тут есть крипы Есть Савваж Что здесь еще Ничего конечно хорошего Здесь нет Здесь у нас Здесь у нас Медведь Ну ладно И без крипов Можно в принципе И кентавр Нет кентавра Не нащупали Ладно Кентавр Откладывается Почему Не идти Не давить Не знаю Собственно Все предпосылки Для этого есть Мусика Отправился у нас Уже На нижний лайн Уже подпушит И здесь Чен будет С друзьями С ребятами Ждать Всех Кого необходимо Дико крыл Подотрошитель Есть Брони Дали Не так сильно Проседает По хп Команда CSW Под хил Под сейв Все это будет От Чена Все это мы уже Прекрасно видели Неоднократно Ну все Заход На хайграунд От Кенси Вейпс Третий лайн Третий лайн Будет Сейчас Гореть Ничего Сигнетчат Раст Противопоставить Не могут Тому что Собираются Сделать Кенси Вейпс Бумбел Стоит Здесь В принципе Вбок Готов Зайти Тоже И Аба Со вторым Соник Вейвом Готов Зайти Но у Бумбела Первый Эпицентр А тут нормально По хп Полторы тысячи Здесь Есть Блэкинг Бар Также у троля У Ченца Тоже 1400 По хп Там сильно Не просядут А если просядут Есть уже Хенд оф гад Есть в принципе Мека Майпро Старается у нас Как-то Так Где-где-где Бумбел Бумбел Врывается у нас Файт Быстро Развалился Чейнс Быстро Развалился У нас Чен Налог Эп Аба Под Блэкинг Баром Мусика Начинает Разваливать У нас Лакелса Причем В соло У него Неплохо Это получается Прилетает Сюда Туди Туди Поднимает Ветра Супернова Была уже Проюзана У Туди Без нее Подерутся Тренд протектор Здесь Но надо Сейвить Мусику Дерется Команда Сигнейчат Раз Как в последний Раз И Наверное Не зря Тим Вайп Полнейший Разбор В этом Файте Сигнейчат Раз По золоту По золоту 5000 Заработали Еще и Потеряли 1500 У нас CSW Ну Круто Конечно Сигнейчат Раз Подрались Роскошно Минус 5 Сделали По золоту Кое-что Подсуетили Вернулись Хотя Да Конечно Крутые Файты Не восстанавливают Два лайна С другой стороны Третьи Не потеряли И то Хорошо Теперь Осторожнее У нас Австралийцы Должны быть Прекрасно Понимают Что никто Их В гости Не ждет А если ждет То явно Не Негостеприимные Хозяева Умнаги Тем временем 2000 На руках Яша Имеется 150 Крипов По нетворсу Примерно Догоняет У нас Мусику Лакилс Пробежимся По артефактам У Чейнца Сэнджин Яша Есть Есть Мэлстром У Троля Блэкинг Бар Сэнджин Яша Владмир Фазы У Феникса Рота Фотос Плюс Юл Еще и 1400 Сверху У Тренд Протектора Есть Даггер Уже Слишком много Чтобы быть Правдой У Чена Мека Ну и постепенно Готовится Выход В Поинт Бустер Также есть Форс Став Тоже не обязательно Но имеется Собственно это говорит О реальном Перефарме Со стороны Кенси Вейпс Ну что Шира здесь закрыли Через Релокейт Будет стараться Увести своего товарища Нет Не получится Никого увести Да и самому Улететь тоже Не получится Не дали В Кастоват Релокейт Быстренько На место Поставили у нас Веспа 24.13 По золоту 8000 КСВ По Экспириансу Чуть-чуть Больше 1500 Майпро Зажали здесь На хайграунде Не уходит у нас Майпро Давайте глянем На байбеки Да байбек имеется У нас У Бристлбека Сразу же выкупается Ну здесь нет смысла Вообще Сидеть в таверне Теряется Лайн Теряется в общем-то Все Что здесь делают Игроки команды Сигнетчат Расс Непонятно Во вражеском лесу Когда нужно Стараться драться У себя Под хайграундом Врыв пошел у нас От Бумбэна Пока Бумбэла Пока без эпицентра Мусика Под Сонг оф Сайрен Майпро Готов настреливать Правда и Мусика Я думаю готов драться БКБ имеется Баттл Транс Тоже есть Бумбэл Врывается у нас Мусика на лоу хп Что-то поздновато БКБ у нас включил Лакклс на лоу хп тоже Лакклс должен умирать Умирает у нас Нага Байбэк пока не делает Бумбэл Здесь продолжает Разваливать Мусику Ну Здесь скорее всего Мусика сам Кого угодно развалит Абба тоже погибает Майпро забирает Наконец-то у нас Мусику С ультракилом Тролль отправляется в таверну Ну и Здесь просто Тренд протектор Посерьезки Остановился на месте Под инвизом И ушел По итогу файта Пять в четыре Подрались В пользу команды CSW Нага Сайрон Норм комментатор Просто мало в доту играет Ребят О чем вообще речь В какую доту Что это за игра вообще У Майпро Тем временем Постепенно Вырисовывается Кираса У Наги У Наги Появляется Буссов Тревел Все это после Яши Ну дальше я думаю Увидим Хотя не факт Конечно Что это будет Манта Стайл Что это будет Скорее всего Какую-то Тараску Надо Лакилсу прикупить Потому что От тролля Сыпется Ну очень дико Так У Чена Еще две тысячи До Аганима У Феникса Ну Феникс Пока непонятно Во что будет выходить Возможно Феникс у нас В Шиву направиться По дефолту Ну и Снайпер 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 Что-то себе Прикупил Доминатор По-моему Доминатора Если я не ошибаюсь Не было Хотя может и был По поводу домика Не помню У Тренд Протектора Тоже ничего нового Особенно нет После Даггера 700 На руках Снайпер Тем временем Разбирает у нас Сент Кенга Где бедняга застрял Бедняга на хайграунде был Непонятно зачем Наглиф сюда заскочил Ну здесь И остался 30-17 По золоту 10 с плюсом Преимущество Австралийского коллектива По экспириенсу Относительно в ноль Играют команды Широ здесь зацепили Вместе с Майпро Широ разваливают Широ не уходит Нага пошла Вместе со Слипом До Чейнса Не достает Чейнс еще продолжает Наваливать Майпро По горбу Минус 2 уже От команды CSW И у Сигнетчат Раст Пока без Наверное Главного саппорта Который хоть как-то Сейвит у нас Что Бристлбека Что Нагу Вышли на Рошана Немного себя обезопасить У тролля появляется Ultimate Orb Где-то тысяча Наверное тысячи полторы Еще остается Ну после Рошана Порядка тысячи двухсот Остается до Скади У Феникса 2800 на руках Пока Мистик Став Не появился Ну ждем Собственно Кроме Шивы Даже не вижу Что может Собирать у нас Феникс У Квапы У Квапы Совсем немного 300 По золоту Осталось до Аганима У Лакклса 1100 После Бус оф Тревел Не Такими темпами Как хотелось Конечно Лакклс у нас фармит А вот кстати Бристлбек у нас Не в керрасу пошел Майпро решил Шиву собрать Хорошо Музика Просто заходит на хайграунд Сейчас наверное Включит БКБ И начнет сыпать у нас Бараки Врывается Бумбел Бумбел Эпицентр Так и не вкастовал Отличный Овергроуз У нас пошел Тренд протектор Все это под ульту От Туди Ну комбинушка сработала Ультра килл от Мусики Летает Ветраха Баба может уже В принципе сюда не возвращаться Еще один ультра килл В прошлом файте И в этом файте Мусика четверых разобрал Но на этот раз Не умирает Фуловый стоит И просто Унижает команду Сигнейчат Раст Поздравляем австралийский коллектив По-моему все очень хорошо У них получилось Комбинации свои Дважды Причем реализовали Тролль плюс Снайпер Плюс Чен Туда же Для раннего Пуша Все очень круто План А сработал План Б сработал План С В общем-то и придумывать Нет смысла Когда первые планы Работают Ладно У нас небольшая пауза Пауза до 18 сет 18 сет Мы увидимся И увидимся за матчем Между Хелл Рейзерс Против Тим Тинкер Игра должна быть Супер серьезная Там кстати Тинкер Прибрали к рукам Блэка Ну а Хелл Рейзерс Никого к рукам не прибирали У Хелл Рейзерс Все в порядке С составчиком Да и с руками Тем более Хелл Рейзерс на первом месте Идут в своей группе Это Европа Дивизион А Посмотрим Смогут ли отстоять Не первое место Тинкерам Третьи идут В общем-то Побороться есть за что Ладно Все Услышимся 18 сет Это 19 Киев 20 Москва У микрофона Друг Студия Игрокам ТВ Не забывайте подписываться Пока что Небольшая пауза И до вечера Продолжение следует...